Год назад Хатья устроилась на работу в одну из частных детективных компаний. Девушка, не желающая показывать своего лица на камеру, рассказывает. Поначалу ее все устраивало – доброжелательные сотрудники, увлекательная работа и хорошая зарплата. Однако на новом месте Хатья продержалась всего две недели. «По завершению одного из рабочих дней шеф, взрослый мужчина, у которого даже уже есть внуки, заявил, что несколько человек, включая меня, едут за город на отдых. Я отказалась, но мне объявили, что это моя обязанность. Я спросила, что мы там будем делать, и мне сказали, выпьем, расслабимся и останемся на ночь в гостинице. При этом он мне прямо сказал, что я должна буду лечь с ним». Хатья в тот же вечер ушла с работы, бывшего шефа больше не видела. В полицию так и не обратилась. Будучи в шоке, об этом даже не подумала, а затем уже не хотела огласки. В грузинской общественной организации Сапари, которая занимается защитой прав женщин, говорят, в большинстве случаев жертв домогательств ведут себя так же, как Хатья, предпочитают молчать. Грузинским женщинам в силу традиций зачастую сложно признаться в том, что их пытались принудить к сексу. Да и закон, к сожалению, пока не в силах полностью обеспечить их защиту. «Даже если жертва сексуального домогательства обратится в полицию, то стражи порядка по сути ничего не смогут сделать. Нет такой статьи. Полицейские проведут лишь воспитательную беседу и ограничатся устным предупреждением». Именно потому грузинские правозащитники обратились в парламент с требованием разработать закон, который бы защищал женщин от сексуального домогательства как на рабочем месте, так и на улице. Байя Патарая – как раз одна из тех, кто работал над текстом петиции. «Под сексуальным домогательством в целом подразумевается поведение, которое притесняет, оскорбляет и унижает женщин». Петиция вызвала довольно большой ажиотаж в грузинском обществе. Ведь, судя по тексту, сексуальным домогательством может читаться даже повторная попытка получить номер телефона понравившейся девушке. Интерес к петиции подогревают и секс-скандалы в Голливуде. Тема домогательств ещё никогда не была такой актуальной. По мнению психолога Зураба Мхеидзе, правозащитники умело выгадали момент. Но вот к содержанию петиции у него имеются замечания. «Представьте себе такую ситуацию. Женщина старается привлечь к себе внимание. Прихорашивается, выходит на улицу. А мужчины в этот момент высчитывают, сколько секунд на неё можно смотреть, чтобы их взгляд не был воспринят как назойливый. 15 секунд? 10? Да и потом, что за вообще это понятие, назойливый взгляд?» В парламентском комитете по правам человека обещают в кратчайшие сроки определить состав действий, подпадающих под понятие сексуальное домогательство, после чего в административный и уголовный кодексы будут внесены соответствующие поправки. При этом сами депутаты пока затрудняются сказать, отразятся ли положения петиции в тексте будущего закона. Звят Мчителяшвили Георгий Чумбуридзе специально для настоящего времени. Грузия от Пелиси.